Сейчас на территории Татарстана находятся три объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Казанский Кремль, Успенский собор на острове Свияжск и археологический комплекс города Болгар. Статус объектов ЮНЕСКО может получить комплекс обсерваторий Казанского университета. Сбор необходимых документов начался еще в конце 2019 года. Тогда в рамках форума астрономии мировой наследия была подготовлена заявка на включение обсерваторий Казанского университета в предварительный список всемирного наследия. В декабре 2020 года обсерватория была включена в этот предварительный список, а в ноябре 2021 года КФУ успешно прошел предпоследний этап включения астрономических обсерваторий в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Сотрудники Казанского университета подготовили пять томов, которые включают в себя описание комплекса обсерваторий и генеральный план развития. В рамках кампании также был создан сайт обсерватории. Сейчас интернет-ресурс переводится на английский язык. Комитет всемирного наследия рассмотрел номинационное досье объекта и подтвердил факт соответствия пакета документов заявленной номинации. Сейчас получено номинационное досье, оно будет рассматриваться международным комитетом по делам культурного наследия ЮНЕСКО. Дальше оно передается, если оно соответствует всем требованиям, будет передаваться в Международный совет по сохранению памятников культурного наследия и Международный Астрономический Союз, который будут назначать уже техническую комиссию для того, чтобы она выехала, посмотрела все на месте. Казанская городская астрономическая обсерватория была построена в 1838 году на территории Императорского университета благодаря деятельной помощи ректора Николая Лобачевского. Именно здесь казанские ученые проводили систематические наблюдения астрономических явлений и сделали первое открытие. Фактическими создателями этой обсерватории являются два друга астронома Дмитрий Дубяга и Василий Энгельгард. Последний, в свою очередь, перед смертью безвозмездно передал Казанскому университету первоклассное оборудование, которое до сих пор сохранилось на территории современной обсерватории. В 2014 году на территории обсерватории по инициативе ректора Ильшата Гафурова было проведено перезахоронение Энгельгарта, в котором принял участие и Ментимер Шаймиев. Работа ведется постоянно. Это и выявление историческо-культурного наследия. Это, во-первых, та архитектурная база, те приборы, которые есть сегодня, они приводятся в порядок, проводят их инвентаризацию, описание. Это и работа по самой территории. Дело в том, что там имеется уникальное насаждение, деревья. Есть озеро очки, которые мы тоже должны благоустроить, посмотреть. Очень большая работа ведется по расширению нашего культурно-простительского комплекса. В октябре 2021 года государственный советник Татарстана Ментимер Шаймиев принял участие во встрече послов доброй воли ЮНЕСКО и артистов ЮНЕСКО во имя мира. На встрече была представлена программа деятельности послов доброй воли ЮНЕСКО. 17 февраля этого года в Казанском Кремле КФУ представил план дальнейшего развития комплекса астрономических обсерваторий. Самое главное событие, которое будет происходить в 2022 году. Это в июне 2022 года будет проходить юбилейная сессия Международного комитета по делам культурного наследия ЮНЕСКО в городе Казани. Будут участвовать представители 193 стран, которые подписали этот документ 50 лет назад, в этом году юбилей. И мы очень надеемся, что проведение вот этого грандиозного форума позволит нам также продвинуть наше досье в плане показа наших исторических ценностей, которые есть в Казанском университете обсерватории. И мы ожидаем все-таки, что комиссия и техническая комиссия, и консультативная комиссия, скорее всего, приедут не раньше осени 2022 года. По словам государственного советника Татарстана и посла доброй воли ЮНЕСКО Ментимера Шаймиева, продвижение в список всемирного наследия ЮНЕСКО, номинация астрономической обсерватории КФУ, это уникальное явление не только для Татарстана, но и для страны в целом. Ранее подобных самостоятельных номинаций, связанных с темой науки, в России не было. Астрономический обсерваторий является совершенно новой номинацией. Это вклад отечественной российской и татарстанской науки в мировое культурное наследие. На встрече касательно астрономических обсерваторий временно исполняющий обязанности ректора Дмитрий Таюрский отметил, что в настоящее время особое внимание уделяется инфраструктуре загородной астрономической обсерватории имени Энгельгарта. Впереди один из самых важных этапов для номинации астрономических обсерваторий КФУ. Юбилейное заседание Комитета всемирного наследия и прием комиссий. А пока что на территории обсерватории проводятся работы по подготовке культурного наследия. Роберт Хасанов, Универньюс.